Администратор плана правовой защиты ЛИПС Металлоркс Харалд Велмерс подал в Липойский суд заявление о неплатежеспособности предприятия. Суд должен рассмотреть заявление в течение 14 дней. Если ЛИПС Металлоркс будет признано неплатежеспособным, предприятие полностью перейдет под контроль администратора, который должен будет подготовить его к продаже в течение 6 месяцев после постановления суда. Разумеется, говорит Велмерс, подготовка предприятия к продаже будет непростым процессом, и работникам придется считаться с определенными сложностями, потому что в процессе неплатежеспособности будет тщательно взвешиваться, сколько рабочих может остаться на ЛИПС Металлоркс до прихода инвестора, сказал он. По словам администратора, его цель заключается в том, чтобы найти покупателя, который хочет возобновить производство и развивать компанию. Председателем правления, художественным руководителем Латвийской национальной оперы избран композитор и бывший руководитель радио СЛХ Зигмар Лепиндж. На прошлой неделе завершился конкурс на место третьего членоправления театра. На эту должность претендовали 6 человек. Как заявила министр культуры Датца Мелборда, Лепиндж был признан лучшим кандидатом на этот пост. Он показал себя как профессионал и хороший руководитель. Латвийская опера нуждается в по-настоящему национальных постановках, заявил в интервью Микс Тавенова избранный художественный руководитель оперы. Зигмар Лепиндж считает, что не имел права отказаться от этой должности. В этой кризисной ситуации, когда все отвернулись от оперы, мне пришла в голову цитата из божественной комедии Данте. В ней говорится, что в самую глубину чистилища попадают те, кто в момент морального кризиса решают умыть руки. И в связи с этим я решил, что как-то не могу остаться в стороне. Своей самой главной целью я считаю, после столь длительного периода поставить во главу угла музыку, привлечь лучших исполнителей и составить репертуар так, чтобы его могла оценить не только элитарная часть общества, но и те, кто, возможно, не знаком со всеми тонкостями современного оперного искусства. Кроме того, необходимо поставить акцент на латвийские постановки, которых сейчас совсем мало. Напомню, прежний руководитель латвийской национальной оперы Андрей Жагарс был уволен по инициативе экс-министра культуры Жанаты Янзома Гренда 11 сентября, и это решение стоило ей должности. Министр обороны Артес Пабрикс по неофициальным данным выдвинут в качестве возможного кандидата единства в депутаты Европарламента. Сам Пабрикс пока воздерживается от комментариев по поводу того, готов ли он принять предложение своей партии. Тем не менее, по неофициальным данным, министр, скорее всего, войдет в предвыборный список, хотя тот еще не сформирован и не утвержден. 25 ноября правление единства может назвать лидера списка. По мнению наблюдателей, учитывая амбиции у многих членов единства, внутрипартийная борьба за выгодные места в списке обещает быть острой. Претенденты на депутатские кресла в Бреселе в канон выборов активизировали свои деятельности, порой прибегают к неординарным пиар-компаниям. Так, на сервисе YouTube появилось видео, в котором депутат Европарламента от Латвии, представляющий единство Сандра Каунета, дует корову. По соседству от дома Каунета в Алсунге живет Лиенета и ее корова Мирга. Этим летом соседка любезно разрешила евродепутата попрактиковаться в дойке. Наблюдатели тут же задались вопросом, искренне ли это отношение между именитым политиком и пожилой хуторянкой или самореклама в канон евровыборов. Мирга! Вае ты був смирига? Каса, ты був смирга? Ко? Не па ко. Вае ты був смирига? Вае ты був смирига? Ох, рука сварится не тур. Но саку мы срежем, что ты був смирига? Тогат я весь, 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 ну науман майс, майс, ты був спец там. ДОМБРОВСКИСА ДОМБРОВСКИСА Борденс допускает, что кому-то могли не понравиться решения Минюста о строительстве новой тюрьмы, конкурс на пост председателя Лирического окружного суда или планы по обеспечению прозрачности администраторов неплатежеспособности. В связи с переходом на евро латвые платежные карты менять не придется. С 1 января 2014 года они автоматически станут платежными картами в евро. Об этом в программе «Разворот» на радиоболтком сказал председатель правления банка ЦИТа Делла Гунтас Белявскис, рассказавший о том, что ждет клиентов банков после введения евро. Главное оценить, во-первых, эти огромные выгоды для клиентов в связи с введением евро. Во-первых, это отсутствие конвертации ваших средств из латов в евро. Большинство из нас получают свои доходы в латах, потом или чтобы производить свои оплаты кредита, которые в большинстве случаев евро или для путешествий по Европе мы часто конвертируем. Это для нас отпадает, это огромные расходы за год. Во-вторых, для предпринимателей и для частных лиц тоже платежи в евровалюте. В еврозоне будет стоить 36 евроцентов в любую страну Европы. Это тоже огромный плюс, особенно для предприятий. Сейчас сколько стоит? В зависимости от банка, там, от нескольких латов. А так будет общая цена? Да, это фиксировано для всех, одинаково, и это евроклиринг, да, он не может стоить дороже. Банкер отметил, что банк полностью готов к переходу на евро и уже сейчас может обеспечить клиентов евробанкнотами. Государственная пожарно-спасательная служба В то же время, один из участников учения заявил в интервью ЛТВ, что после учения пожарные в реке Ича полоскали баллоны с пенным концентратом. Очевидец добавил, что готов дать показания и следователям о том, что пену намеренно вылили в реку. Напомню, тесты в Латвийском институте гидроэкологии показали высокую токсичность вещества, используемого на учениях ГПСС. Расследование продолжается. Чтобы побудить жителей Латвии позаботиться о государственном красно-белокрасном символе, уже вторую осень подряд в канун дня Лачплис СССР в преддверии празднования 18 ноября в стеклянном пассаже торгового центра галереи «Центрс» открылся пункт чистых флагов «Электролюкс». С 4 по 8 ноября любой желающий приглашается принести с собой флаг Латвии, где он будет отстиран, вычищен, выглажен. За услугу платить не придется. Сбор флагов организован до четверга, в свою очередь выдача чистых изделий проведет в пятницу с 10 до 14. В пункте приема флагов каждый сможет получить и маленькую красно-белокрасную ленточку, которую сможет прикрепить к одежде в дни праздников. Также там можно получить информацию о том, как ухаживать за флагами в домашних условиях, а также подчеркнуть информацию о происхождении латвийского флага и о правилах его использования. В субботу 2 ноября в столице завершилась 19-я рижская неделя моды, на которой свои коллекции весны-лето 2014 года представили 20 дизайнеров. Заключительные дни модного праздника традиционно собрали больше всего публики, посмотревши очень разные по стилю и настроению показа. Специализирующийся на изысканном белье бренд Amorale продемонстрировал наряды, смело стирающие грани между вечерними платьями и пеньюарами. Модельер Натальи Янсона представила коллекцию Ibiza, созданную из натуральных итальянских тканей шелка и хлопка. Дизайнеры бренда Nola вдохновились переплетением культур стран Ближнего Востока и показали коллекцию, затерянные в песках. А бренд Narciss продемонстрировал коллекцию Дмит Малочка, одновременно женственную и игривую. Поразил публику молодой дизайнер Янис Шне, представивший вечерние платья, оделанные пластиком. Модели на показе Яниса дефилировали в туфлях в стиле Леди Гаги, и проход по подиуму потребовал от них немало мужества. Латвийский модельер Ирина Складнова представила нежную и романтичную коллекцию под названием Lolita, а эстонский бренд Pohjanheim заслужил аплодисменты публике за безупречно скроенную одежду в сдержанном скандинавском стиле. Перед заключительным показом Mix TV попросила генерального продюсера недели Елены Страхову подвести итоги модного праздника. У нас было самое большое количество латвийских дизайнеров, процентуально, если мы смотрим, и самое маленькое количество зарубежных дизайнеров. Достаточно много отвели в программе места для дебютантов и молодых начинающих дизайнеров, дав им таким образом шанс себя проявить. В любом случае мы как организаторы остались довольны, и я считаю, что праздник состоялся. Ну а завершила 19-я рижская неделя моды показ Performance с загадочным названием эпизод 3 «Мужчина в луже» от латвийского дуэта дизайнеров Marine Rolls. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова